Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Сегодня хочу объявить подписчика, который помог мне перейти рубеж в 18 тысяч. Это Ольга Дурова из Монреаля. Я жду от нее почтового адреса и отправлю ей свою книгу, как только можно будет свободно посетить почту. В книжном магазине Москва скоро вновь появится книга Век Зальцбургского фестиваля, а сам фестиваль обещает пройти в августе, хоть и в усеченном виде. Там же продаются книги Дмитрия Чернякова «Героя оперного времени» и «Конец прекрасной эпохи». Электронные версии книг можно скачать на сайте ридера, а на портале ВМО лежат длинные лекции, которые тоже помогут скоротать вам карантинное время. И здесь, на канале, есть плейлист лекций с совершенно бесплатными роликами. Все ссылки вы найдете в описании этого видео. После моего интервью с Иварей Илья сразу несколько подписчиков попросили меня рассказать про другого известного концертмейстера Важу Чачаву, с которым я тоже был знаком. Перебирая свои старые публикации, я как раз нашел записанное мною после нашего знакомства воспоминания о выступлении Важи Чачавы и Елены Образцовой в Ласкало в 1978 году. Эти воспоминания были опубликованы в свое время в независимой газете, но сейчас их уже не найти. А они, на мой взгляд, очень любопытные. Конечно, у меня перед глазами до сих пор Важа Николаевич с его особенной манерой рассказчика, артиста. Он ведь был артист, профессиональный, играл в театре. Помню его уникальную интонацию. Не буду пытаться это воспроизвести, но текст есть текст. Надеюсь, что вы почувствуете атмосферу нашей беседы. В сентябре 1977 года я переехал в Москву и работал в Московской консерватории. Осенью мы много занимались с Образцовой, буквально с 9 утра каждый день, потому что надо было приготовить три вердиевские партии. Эболи в Дон Карлосе, Улюрику в Бали Маскараде и Альтовую партию в Реквиеме. И Реквием, и Дон Карлос Образцова пела до этого в Большом театре, но Клауди Абада раскрыл в опере все купюры, и надо было учить новые куски, и все по-итальянски. Работали мы, не покладая рук, и я удивлялся, как Образцова все это выдерживает. Даже в день спектакля Аидова дворцы съездов мы, как заведенные, занимались с утра несколько часов. Это был год двухсотлетия Ласкала, к тому же театр назвал его годом Верди, так что огромная ответственность ложилась на плещи Образцовой петь в трех постановках. Возвращаясь к нашим занятиям, с ней хочу добавить немаловажную деталь. Это был наш первый творческий контакт с певицей. Только переехав в Москву, я стал ее концертмистером. Мы успели как следует выучить партии, потому что выложились максимально, и вот Образцова уехала в Италию, а я остался в Москве и продолжал заниматься со студентами. Вдруг раздается звонок из Италии. Надо ехать в Милан, назначен день сольного концерта в Ласкало. Елена Васильевна продиктовала мне выбранную программу невероятной сложности. Я ужаснулся, но она заверила меня, что я смогу приехать заранее, за 10 дней, так что мы сумеем сто раз все отрепетировать. Ведь концертным репертуаром мы в Москве не занимались вовсе, все время отнимали у нас оперные партии. И вдруг концерты сразу Ласкало. Я старался себя успокоить, ведь в Москве можно было все выучить самому, а 10 дней в Милане вполне хватало для уточнения деталей. Но все равно выступать на этой сцене, да еще с певицей, с которой я фактически не работал до этого, страшновато, скажем прямо. Программу я приготовил, занимался на совесть. Образцова участвовала в открытии 200-го сезона «Скала» 6 декабря 1977 года, пела в премьере Дон Карлоса. В дальнейшем, на протяжении декабря и позже, состав исполнителей в Дон Карлосе менялся. И спектакли, который транслировался по нашему телевидению, мы видели уже не первый состав. Единственной исполнительницей, которая пела все спектакли, была Образцова. Тут имелись и превходящие обстоятельства. Караян в это время замыслил снять фильм «Дон Карлос» и не разрешил ни одному из певцов, которых собирался занять у себя, участвовать в спектакле «Ла Скала» для интервидения. Исключение он сделал только для Образцовой. Да, другой Эболев «Скала» в то время и не было. Я вылетел в Милан один. Конечно, волновался. Город незнакомый, я в нем впервые. Обещали встретить. А если никто не встретит? И вот приезжаю в Миланский аэропорт и слышу по радио, что маэстро Чачава встречает представитель «Скала». Первое, что я увидел, выйдя из таможни, был огромный плакат «Ла Скала». Это встречали меня. На машине отвезли в маленький отель «Чентро» в двух шагах от театра. Встречающий сказал мне, что сеньора Образцова уехала на уикенд отдыхать в Альпы и передала, что в понедельник вернется и уже тогда сможет заниматься со мной. Кстати, и «Скала» откроется только в понедельник. Здесь дело отступления. Это не вошло в опубликованное. Но очень интересно характеризует Важу Николаевича. Три дня он ничего не ел. Образцова, уезжая, сказала, что она оплатит все его обеды на ресепшене. Но ему было это неизвестно и неудобно. Он никуда не ходил и пил воду из-под крана. Но вернемся к статье. Когда в назначенный мне понедельник я появился в театре, Елена Васильевна начала щебетать со мной по-французски. Почему, не знаю. Потом вдруг спохватилась. Ах, я забыла, что ты не из Франции. Образцова была в стенах «Скала», настоящей Примадонной. Но внезапно она погрустнела и сменила тон. Знаешь, я болею. Я столько спела. Смертельно устала. Я забеспокоился. Елена Васильевна переутомилась. У нее начались неполадки с голосом. Как нам заниматься? А до концерта ей предстояло петь еще спектакли. Потому что замены у нее не было. Но тем не менее я стал готовиться к концерту. Один раз мы встретились и что-то обсудили. Образцова почти не пела. Так, немного и очень тихо. Мы просто кое-что обговорили. Фактически мы не занимались. А концерт объявлен и все билеты проданы. Вообще в «Скала» сольных концертов дается мало. В год «Верди» было анонсировано 7 концертов. Открывалось серию юбилейных рециталов. Ширли Верет, потом шла Елена Образцова, затем Евгений Нестеренко, Виктория де Лос-Анхелес, Монсеррат Кабалье, Фредерико фон Штаде и Лиана Котрубас. «Ласкало» я знал, конечно, по гастрольным спектаклям, которые итальянцы показывали в Москве в 64-м и 74-м годах. Но в зал я попал впервые на концерте «Ширли Верет». Это было 23 января 78-го года. И этот концерт остался у меня в памяти на всю жизнь. Программа «Верет» включала три арии Генделя, пять романсов Рикарда Штрауса и в конце первого отделения знаменитый матет Моцарта «Саллилуи». Во втором отделении она пела негритянские спиричуэлс, романсы Шоссона и Арию Ли из оперы Дюбюси «Блудный сын». С первой же ноты я почувствовал, что передо мной певица очень высокого класса. Поразила не столько красота голоса, она уступает большим сопрано в тембре. Сколько вкус, звуковедение, владение голосом, манера держаться, артистизм, особая проникновенность. Нельзя забыть, как Верет исполнила роман Шоссона «Караван». Это была артистическая вершина. Но вдруг, когда начались бесы, произошло что-то невероятное. На бес Верет стала петь оперной арией. И одним из первых номеров оказалась Каватина Разина из севильского цирюльника. Аккомпаниатор сыграл вступление, и Верет начала петь. Вдруг в зале возник шум, который все нарастал. Верет остановилась. Началась неразбериха. В зал вошли полицейские. Кого-то стали выводить. Крики усилились. Кто-то завопил. Тебе не место в скала. Верет закричала в зал. Порки, свиньи, пока вы не замолчите, я не уйду отсюда. Буду стоять и ждать, пока вы не успокоитесь. Верет стоит на сцене и плачет. Но в конце концов публика утихомирилась. Я спросил соседа, а в чем было дело? А вы слышали, в какой тональности она начала Каватину? Последовал вопрос. Да, в ми-мажоре. А написано в фа-мажоре. Она же сопрано. Каватина звучала не очень хорошо, спору нет. Но все же певица, которая спела на таком уровне такую программу, уж никак не заслуживала такого взрыва возмущения. Когда все успокоились, Верет продолжала бесы. Я страшно испугался, ведь через неделю предстоял наш концерт, а тут капризы миланской публики. Я впал в транс и не помню, исполнила ли Верет пресловутую Каватину или нет. Зато спетую после инцидента Арию Леонора из силы судьбы, публика приняла с восторгом и овации признала певицу героини вечера победительницей. Ровно через неделю наш концерт. А Елена Васильевна больна, поет только в спектаклях, репетировать не может. Мне сказала, я еще спою один спектакль, но на концерт не рискну. Силы на исходе. И вот в одно прекрасное утро она меня спрашивает, ты хочешь съездить на родину Верди, в Буссета? Я с радостью соглашаюсь. Образцова говорит, знаешь, мне там должны что-то вручить. Давай поедем вместе, погуляем, посмотрим место, где родился Верди. Дело было в январе, не холодно. Я оделся вполне по-дорожному, в свитеры, простые брюки, уличные сапоги, и мы поехали в Буссета. Излишне объяснять, что такое для музыканта, да и вообще для любого интеллигентного человека посетить место, связанное с таким гением, как Верди. Дом Верди поражает своих сверхпростотой, даже бедностью, каменные полы. Как-то даже не верится, что тут мог родиться такой гений. Говорят, что сам Верди Буссета не любил. Мы заходили в церковь, где Верди играл на органе, и мне посчастливилось сесть за клавиатуру того же органа, поиграть немного. Потом мы поехали туда, где Верди жил впоследствии, когда стал знаменитым композитором на виллу Санта-Агата. Дело шло к вечеру, нам сообщили, что в театре Буссета будет встреча. И ты знаешь, надо спеть, говорит Образцова. А чем петь? У меня завтра спектакль, а голоса и так нет. Не могу я петь. Я так им и скажу. Я отвечаю, я не могу играть, вы посмотрите на меня, в каком я виде. Это же будет форменный скандал. А вот это как раз никакого значения не имеет в каком-то виде. Будет два отделения. В первом отделении поют другие певцы. Нам как будто надо в конце второго отделения исполнить две вещи. А потом мне дадут золотого Верди. А вы знаете, что такое золотой Верди? Это золотой бюст. Его дают одному человеку в сезон за выдающееся исполнение Вердиевского репертуара в Ласкало. Именно там, а не где-нибудь еще. Но награда награды, а как Образцова будет петь? Ей делают ингаляции, какие-то вливания. В общем, то, что полагается при простуде. И она тащит такой разноплановый репертуар. Параллельно петь Ульрику и Эболи не так-то просто. Мы являемся в театр, и Образцова мне говорит. Ваше придется выступить. Мне сказали, вы нас зарежете, если откажетесь. Ведь это все устраивается ради вас. И тем более в год двухсотлетия скала в год Верди. Не знаю почему, но не скрою, кое-какие ноты я с собой взял. Это сработал профессиональный инстинкт. Вдруг в какой-то мемориальной комнате надо будет сыграть. Но выступать на сцене я, как можно было судить по моему внешнему облику, вовсе не собирался. Несколько слов о самом театре. На его строительство дал деньги Верди, а Тосканини дирижировал там Фальстовым. Кстати, на сцене сохранили декорации от той легендарной постановки Виндзорский парк из последней картины, который, правда сказать, висел лохмотями сколосников. Дуб угадывался с трудом, зато декорации подлинные тех времен. Они были повешены специально для такого торжества в честь Золотого Верди. А посреди сцены стоял рояль, довольно-таки задрипанный. Во всяком случае старый, звучал он как гитара. Зал же потрясал своими крошечными размерами. Такое впечатление, что попал в кукольный театр. Много ярусов, но все в уменьшенном масштабе. На что я вижу в кулисах? Разодетых примадон, парадно одетые декольтированные дамы. Образцова вынула из дорожной кошелки вечерний туалет и вышла шикарная, настоящая звезда. А вы помните, что она мне сказала утром? Ты не хочешь съездить посмотреть место, где родился Верди? Прямо какая-то ловушка получилась. Конечно, понятно, почему она взяла вечернее платье для приема. Петь-то она, правда, не собиралась. Я от смущения был, наверное, краснее своего красного свитера. Мы вышли на сцену, исполнили две вещи. Если память мне не изменяет, арию Лауретты и что-то еще. Публика орала. И вот настает момент, когда будут вручать золотого Верди. Образцова должна подойти к роялю. Я ей говорю. Я на торжество не выйду. Стыд и срам. Вы на меня только посмотрите. На сцене парад туалетов. Публика стучит ногами. Она явно чего-то требует. Образцова выходит и кланяется. Вместе со мной. Очень важно, что Образцова всегда, где бы она ни пела, выходит на поклон вместе со мной. Ведь мы исполняем одну музыку. Это надо понимать и публике, и исполнителям. Перепуганный устроитель подходит к Образцовой и говорит. Элена, спой обязательно что-нибудь Верди. Какой Верди? Вы с ума сошли? У меня концерт. Потом спектакль для телевидения. Я опозорюсь на весь мир. Нет, если ты не споешь Верди, мы не сможем вручить тебе награду. Публика не разрешит. Ничего, говорит Образцова. Сейчас я им скажу пару слов. Она выходит на сцену и делает успокаивающий жест. У меня завтра спектакль. Вы же знаете, что я с 7 декабря пою все время в Ла Скала. Репетиции с утра до ночи. Мне осталось два спектакля. Я просто боюсь петь. Приглашаю вас всех в Скала. Там я спою для вас Верди. В зале какой-то мужчина вдруг закричал. Верди это не Скала. Верди это Бусетто. Публика подхватила этот лозунг. Все стали снова орать, скандировать. Что делать? Образцова подняла руку. Публика замолчала. У меня нет с собой нот. Кто-то закричал в ответ. В Бусетто есть все ноты Верди. И действительно из-за кулис принесли труба дура. Устроитель говорит. Много петь не надо. Спой хоть одну вещь и все будет в порядке. А что петь? Ну не расскажи о Зучене. Длиннющий, трудный. Я говорю, Лена Васильевна, спойте с Три Далявампе. Это, конечно, вещь не из легких, но хотя бы небольшая. Странное дело. Публика, которая только что была похожа на разъяренного тигра, после исполнения этой вещи стала кроткая, как ягненок. Мгновенно присмирела. Как будто ничего не происходило. Стала в восторге кричать. Благодарить на все лады. Аплодировать. Под несмолкающий аплодисмент и опять вышли все звезды. Я стоял в кулисах и с удовольствием думал, что мои мучения закончились. И устроитель, отметив выдающиеся заслуги образцовой в вердиевском репертуаре в сезон двухсотлетия «Скала» и «Год Верди», вручил я золотого Верди. И опять виз, крики, овации. И вдруг ко мне подходят и говорят, что меня тоже просят на сцену. Я не очень хорошо понимаю итальянский и не разобрал, чего от меня собственно хотят. Играть вроде больше не надо. Не стоять же мне там вместе со всеми расфранченными певцами. И вдруг объявляют, что маэстро Чачава избирается почетным членом ассоциации «Друзья Верди». Публике, я кажется, понравился. Но не потому, что играл хорошо. Вещицы были небольшие и нетрудные. А рояль звучал так, что вполне можно было играть плохо. Но, видно своим вполне демократическим видом, я завоевал симпатии публики. Решили, наверное, что я экстравагантен. Концерт «Скала», а деваться любят попроще. Во всяком случае, когда я вышел на сцену, мне устроили рев, встретили громом аплодисментов, и я получил диплом почетного члена ассоциации «Друзья Верди». Именно она и учредила премию «Золотой Верди», которую, кстати сказать, до Образцовой получали Карла Бергонца, Рената Тебальди, Фьюренция Кассота и даже хор театра «Ла Скала». И вот, собственно, цель рассказа. Наш концерт «Скала». В день концерта мы пили чаю у Образцовой в отеле, и она мне спокойно говорит, что петь не может, еле-еле допоют спектакли. Поэтому поговорит с Абадой и скажет ему, что сегодняшний концерт отменяет. Так что ни о каких наших репетициях как бы уже и речи нет. Образцова сказала, что в театр не пойдет. А ты, если хочешь, пойди, посмотри зал. Я в ужасном настроении пошел в зал. Что и говорить, положение незавидное. Приехать в Милан ради концертов «Скала» и не сыграть его. Поездка, конечно, интересная, но... Я пришел в театр, меня там уже знали, пропустили. Минут десять я поиграл, рояль хороший, стэнвэй, настроен. Но что долго тут сидеть, все равно концерта не будет. Пришел домой, а Образцова говорит, что надо идти в театр. Абада сказал, что бы ни было, надо выступить. Петь одну-две вещи, а потом извиниться перед публикой, сказать, что много пела, устала, не могу, мол, концерт довести до конца. И никто, ни один человек не выразит ни удовольствия. Все проникнутся пониманием, проявят великодушие. Но если не выступить, это будет катастрофа. Хочешь, не хочешь, выступай. Прихожу за кулисы, вижу Елену Васильевну одета в роскошное синее серебристое платье, а лицо белее бумаги. Трясется, встать не может. Приходит Абада. Не волнуйся, все будет в порядке, сделай, как я тебе сказал. Все только еще больше тебя любить будут за то, что ты так устала, отдала силы нашему театру. Пришел Дзефирелли, принес какую-то бабушкину иконку, талисман. Держи, она поможет. А Елена Васильевна страсть, как любят всякие талисманы. Так что попал в самую точку. Вид у нее просто неузнаваемый. Сразу понятно, что очень больна. Пришел врач, сделал впрыски витаминов в горло. Выходим на сцену. Я в ужасном настроении. Ни живой, ни мертвый. Программа была составлена. Три Арии Генделя. Моцарт, Бетховен, вокальный цикл Дефалья. Второе отделение Чайковский и Рахманинов. Мы на сцене. Я склонился к нотам. Думаю сокрушенно. Одну вещь все же тоже надо сыграть. Не кое-как. Не позориться. Поднимаю взгляд на Образцову. Когда начинать? И вдруг меня как ударило. Что я увидел? Я увидел красивую, счастливую, молодую, здоровую, даже цветущую женщину. Это меня просто потрясло. Концерт начинался с Арии Адмета. Я еле сыграл. Все не мог прийти в себя от метаморфозы. А Образцова первую Арию, потом вторую, третью. И полностью весь концерт. С грандиозным успехом. Она действительно была больна. Не кокетничала. После концерта сказала, я пела на одной связке. Все было усталость, перенапряжение. Но все это было преодолено чудом. Пела замечательно. Иначе как триумфальным концерт не называли. Добавлю, что после всей огромной программы она спела целое отделение итальянских и французских оперных арий, как Бесы. И Леоноро Даницетти, и Сантуцу, и Лауретту. Теперь это уже фактически стало образцовской традицией петь Бесы на целое отделение. Но в тот раз, при таком самочувствии, еще одно чудо. Полным голосом, не щадя себя. Тогда я еще не знал Елену Васильевну, ее характер, и вообще, на что она способна. Я был просто потрясен. Слава богу, публика была довольна. Успех огромный. Я не преувеличиваю. Когда мы подошли к Рампе, кланяться, зрители прорвались к авансцене. Мне показалось, что люди просто сошли с ума. Какие-то безумные люди суют программки для автографов. Вся сцена была завалена цветами. Букеты, корзины. И сверху сыпались дождем. Елена Васильевна, между прочим, любит рассказывать, что она меня в какой-то момент потеряла. И якобы обнаружила после поисков под роялем, где я собирал цветы. Если честно, я плохо помню восторженный исход концерта, но не думаю, что залезал под рояль. Хотя обезумевший публики все же испугался. Смотрю на нашу фотографию после концерта. Образцовый и я, улыбаемся. Такие счастливые. И с трудом верю самому себе, вспоминая, какие страхи пришлось пережить перед концертом. В тот раз в Милане неожиданности подстригали меня на каждом шагу. Вот такие прекрасные воспоминания. Думаю, что те, кто хоть раз слышал вашу чачаву, тот его никогда не забудет. Как и его дуэт с Еленой Образцовой и Ириной Архиповой, кстати. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы. И до новых встреч на канале Сумерки Богов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова